Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И вновь я продолжаю разговор, как это было в предыдущем видео. Очень мне это понравилось. Соответственно, разговор о том, как нами интересуются, как интересуются лаборатории психологического обеспечения. Эта информация получена мною из Яндекс.Метрики. Специальная программка, установленная на сайте, она позволяет отслеживать ряд показателей, например, откуда, из каких городов люди заходят на наш сайт. Или кто, какого возраста, от 20 до 30, от 30 до 40, от 40 до 50 лет заходят люди на наш сайт. Мужчины или женщины. И много-много другой полезной информации. Для меня она, прежде всего, полезна тем, что я вижу, чем люди интересуются, попадая на наш сайт в конечном итоге. Все на самом деле очень просто. Эта страница была мною со скриншотина 20 сентября. Сегодня у нас 22-е. То есть это получается позавчера. Она мне показалась интересной. Я сделал скриншот и сейчас показываю. Соответственно, сколько переходов из поисковых систем и поисковые фразы. То есть человек, открывая какой-то браузер, Google Chrome, Яндекс и так далее, пишет какое-то слово или словосочетание. И, соответственно, ему выдаются в поиске какие-то страницы нашего сайта. Но в данном случае человек написал исследование с ЗМР почему-то. Не ЗМР, зрительно-моторной реакции. На самом деле это называется правильно сложная зрительно-моторная реакция. Или же простая зрительно-моторная реакция. И так далее. С ЗМР или ПЗМР. Простая ПЗМР, сложная СЗМР. Тут кто-то напрямую искал ЛПФО человек. Далее. Методика парной аналогии 11-15 лет. Есть у нас такая методика. Мы ее реализуем и предлагаем к приобретению. Ее у нас можно приобрести. То же самое. Многофакторный Котелло сетевая версия. Странно вот это словосочетание. Многофакторный Котелло еще понятно. То есть это распространенный запрос. Но почему сетевая версия? Да, у нас действительно есть сетевая версия. То есть видимо человек уже был у нас на сайте. И заинтересовала его именно сетевая версия. Не оффлайн, а именно сетевая версия. То есть это видимо уже повторный запрос. Вот такого вот направления. Далее запрос. Нервная система, высокая ПЗМР. По всей видимости это интерес у человека вызывают сами результаты. Значит если вот этот человек сейчас посмотрит это видео. Я ему рекомендую следующее. У меня ниже есть масса-масса видео. Ну как масса. Штуки 2, 3, 4 наверное. Может быть чуть больше. В которых я подробнейшим, очень подробным образом рассказываю о том, что такое простая зрительно-моторная реакция. Какие результаты мы получаем по этой психзиологической методике. Точнее сказать пробе. Поэтому рекомендую опуститься куда-то ниже. Посмотреть. Там есть все-все-все. Мы ничего не скрываем. Все карты открыты. Можно посмотреть, что такое ПЗМР. И что значит высокая ПЗМР. Высокого ПЗМР не бывает. Ну одним словом посмотрите предыдущее видео. Там это обо всем подробнейшим образом рассказано. Далее. Обучающий эксперимент Клипец. Видимо человек зашел куда-то в патопсихологические качественные методики. Да, у нас есть такая методика. Она прекрасно себя оправдывает. Она отлично работает как в клинике, так и в области промышленной психзиологии. Четко можно понимать. Тоже достаточно недавно было подробнейшее видео по этой методике. Очень подробно я все это показывал вживую. Раскладывал эти карточки на своем рабочем столе. И показывал и рассказывал об этой методике замечательной. Простая, примитивная, детская, смешная, если угодно. Но это хороший такой инструмент. Хорошее оружие для изучения человека, его психики, способности к обучению. И не просто обучению как таковому. Обучению отнюдь не главное в этой методике. Главное в клипсе это способность находить, принимать какие-то новые решения. Но посмотрите одним словом видео. Там очень подробно, сейчас не буду на это отвлекаться. Далее. Кто-то напрямую искал нас. ООО, научно-практический центр АКМЭ. И попал на наш сайт. Прямо набрал, не поленился. ООО или откуда-то скопировал, смотрю с кавычками. ООО, научно-практический центр АКМЭ. И попал на наш сайт. Психозеологических обследований работников. Тоже, видимо, кто-то заинтересован в наших услугах. Искал какие-то лаборатории, может быть. Но мы уникальны. Мы единственные в России. У нас нет конкурентов практически. Как по стоимости оказываемых услуг, так и по их качеству и объему. Уникально. Быстро. Эффективно. Можно, конечно, поискать других каких-то контрагентов. Кроме нас. Но это очень-очень проблемно. Никто вряд ли вам такую услугу дистанционно, без отрыва от производства, без отвлечения работников от его основного вида деятельности, работы не окажет по всей Российской Федерации. В этом смысле мы, не побоюсь этого слова, уникальны. И, соответственно, из той же оперы. Психологическое обследование. Где пройти? Вот человек набрал и попал на наш сайт. Потенциальный контрагент наш. И работа психологической лаборатории. Может быть, время искалось, как мы работаем. Может быть, еще какие-то вопросы у человека были. Но вот он написал именно работа психологической лаборатории. С чем и как связано. Гадать можно, но не нужно. Если потребуется, мы всегда рады звонкам, электронным письмам. Мы это приветствуем. И, соответственно, у человека, может быть, потребность эта сформируется окончательно. И он обратится к нам за оказанием с целью получения данного вида услуг. Дистанционных психологических обследований. Или же каких-то, допустим, методик. То есть, КТЛ, ПЗМР, Клипец и так далее. Ну, вот, собственно, на этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.